Игра, приближенная к реальности. В субботу юноармейцы Ивановской области облачились в камуфляж и вооружились автоматами с краской. На аэродроме Исюниха прошел региональный турнир по пейнтболу среди воспитанников военно-патриотических клубов. Сегодня у нас 16 команд от 12 военно-патриотических клубов, которые в принципе-то участники юноармейского движения. Всего у нас 21 военно-патриотическое объединение, которое участвует в юноармейском движении. И проводятся соревнования по пейнтболу. Сегодня выявляется более сильнейший, который выходит во второй тур соревнований. Правила игры классические для пейнтбола. На площадке по две команды. Желтые против синих. Бой продолжается до тех пор, пока не подстрелен последний участник команды соперника или не захвачен флаг. Вот только на этот раз на поле битвы не какие-нибудь салаги, а подготовленные солдаты. У них и с физической формой все в порядке, и оружие в руках держать для бойцов не в новинку. Ребятам, интересующимся военной тематикой, ежедневно занимающимся строевой подготовкой, умеющим собирать и разбирать автомат, такой формат соревнований интересен вдвойне. Кроме того, разноцветные бои сплачивают отряды. Это очень прикольно, потому что на самом деле это даже не за победой сюда идешь, а чисто поиграть. То есть это как-никак все равно общение с командами, это весело. И, конечно, проигрывать тоже обидно, но главное же не победа, а участие. Это всегда так. Правильно выбранная на поле битвы тактика – половина успеха. Остальное зависит от сплоченности команды. Кубок юнормии по пейнтболу достанется только одной команде. А для остальных – утешительные призы. Горячий чай из самовара и целая палитра эмоций.